В Московской области более двух тысяч образовательных учреждений, поэтому попасть в первую сотню весьма почетно. Показателей, по которым определяются лидеры, много. Это и условия обучения, и организация учебного процесса, и даже наличие или отсутствие второй смены. И все-таки главным является качество получаемого детьми образования. У нас в прошедшем учебном году были хорошие результаты по ГИА, великолепные результаты по ЕГЭ. У нас есть 100-бальники, у нас больше 40% выпускников сдали три выпускных экзамена, по итогам получили больше 210 баллов. У нас победитель регионального этапа Олимпиады по французскому языку, у нас призеры регионального этапа по русскому языку. То есть вот все те вещи, которые мы делали на протяжении многих лет, они вот в этом году выстрелили. В прошлом году лицей попал в топ-500 лучших образовательных учреждений России. Но особенно приятно быть среди лидеров у себя на родине, в Подмосковье. Если бы не наличие второй смены, позиция лицея была бы еще более высокой. Обидно, но именно такова плата за качественное образование. Число желающих учиться в лицее велико. Мне хотелось бы, конечно, поздравить вот с этим достижением, с большим достижением, которое удалось большим напряжением сил, весь мой педагогический коллектив, учеников, потому что сейчас оцениваются образовательные учреждения только по достижениям учеников. Учителя могут выступать в конкурсах, но это их личные достижения, только достижения учеников. Конечно, мне бы хотелось поздравить и наших соседей гимназии номер 4 с прорывом. Слово «прорыв» очень уместно. И второй лицей, и четвертая гимназия были отмечены областным министерством образования среди десяти школ, ставших прорывом года. Обе школы поднялись в рейтинге за год более чем на сто пунктов. Сегодня перед коллективами стоит задача упрочить свои позиции. Помочь в этом должно участие в муниципальной программе «Одаренные дети». Я буду докладывать об этой программе на педагогическом совете, буду выступать на общешкольных родительских собраниях, чтобы родители понимали, почему, от чего и как это делается. Но вот я думаю, что наше вхождение в эту программу «Одаренные дети» поможет нам повысить еще более наш рейтинг. Поэтому сейчас мы все устремлены уже в будущее. Мы понимаем, что это, конечно, большая честь, но это и большая нагрузка и ответственность. Хорошая учеба – это всегда непростая ежедневная работа, совместное творчество ученика и преподавателя. И к такому труду в лучших школах Одинцовского района готовы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.